Намаскар! Поговорим об одиночестве. Для большинства людей одиночество – слово страшное. Есть даже наказание такое – посадить человека в одиночную камеру и ждать, пока он там сойдёт с ума от этой боли, которую будет испытывать её душа, от этого беспокойства, которое будет испытывать её разум в результате того, что его подвергли вот этой пытке одиночества. Мне, когда было 14-15 лет, у нас в деревне был мужичок такой, он с виду был весельчак, такой пузанчик, очень прям добродушный. Я думал, что он счастливый мужик. А оказалось, когда так получилось, что мы попали к нему в гости, и вот когда я был у него дома, я прям прочувствовал вот эту атмосферу, вот эту боль одиночества. Всё об этом говорило. Стены кричали об одиночестве. И тогда я подумал, я подумал, да, это, наверное, самое страшное в жизни, на закате своей жизни остаться одиноким, остаться одному. Ну и большинство людей, они так и думают. Они боятся одиночества. И вот этот страх одиночества толкает их на всякие разные ненужные поступки. Выскочить замуж, жениться, наплодить детей и так далее. Я ничего не имею против семьи. Но бывают люди, они... Вот это вот одиночество, это своего рода такая незрелость. Это внутренняя нужда, внутренняя потребность любви. И у человека есть иллюзия от того, что если вокруг него кто-то появится, он не будет чувствовать эту боль. Что эта боль получит анестетик, и он будет чувствовать себя хорошо. Иногда так и бывает, иногда так и получается. Когда у людей ум попроще, им легче. Простой ум, он гармоничный довольно. Но когда ум становится сложнее, когда эго развивается больше, тогда не чувствовать одиночество становится ещё и ещё сложнее. Потому что для развитого интеллектуального человека, для развитого человека эмоционально, ему не просто так вот возьми вот любого человека, а да, и ему хорошо. Нет. Ему нужно, чтобы прям всё совпадало, тютелька в тютельку, все идеи, все представления, чувство вкуса совпадало, чувство юмора совпадало. Тан-тан-тан-тан. Вот тогда, когда всё идёт в унисон, когда всё резонирует, вот тогда он не чувствует одиночество. Ну давайте взглянем глубже вот в эту сущность этого одиночества. В сущности одиночество, оно возникает из-за того, что мы сами строим стену вокруг себя. То есть одиночество является порождением эгоизма. То есть мы строим вокруг себя стену своего эго. Существует восемь оков, шесть врагов, наш эгоизм. Мы строим стену из своего страха, мы строим стену из своего сомнения, из своего стыда, из своего престижа. Мы конструируем эту стену, прячемся внутри этой стены и чувствуем себя одинокими. Мы хотим, чтобы кто-то пришёл и дал нам свою любовь, пробился сквозь эту стену и дал нам свою любовь. Сам я не хочу выходить из-за своей стены. Я не хочу выходить из-за своей стены. Когда у человека вот это вот, как это называется, синдром одиночества, он в запущенной стадии, тогда очень сложно. Ему очень сложно, потому что он чувствует теперь комплекс определённый. Он чувствует комплекс, он не хочет идти разговаривать с людьми, потому что он думает, а чего это я буду навязываться? Да, ведь если люди захотят со мной общаться, они сами ко мне придут. Так он думает. Потому что бессознательно он знает, что я нуждаюсь в любви. То есть я хочу забрать что-то у людей. И поэтому совестливые одиночки, они не хотят никому навязываться. Просто идти разговаривать. То есть вот будет компания сидеть, ха-ха, хихи, пить чай, разговаривать, и человек не пойдёт в эту компанию, не присоединиться до тех пор, пока его не пригласят. Потому что у него есть бессознательный вот этот комплекс. Что я что-то беру у людей, я что-то забираю у людей. И отчасти это правда. Потому что одиночество это прямая противоположность любви. То есть при одиночестве душа по-прежнему нуждается в любви, но ты ждёшь, чтобы к тебе пришли и тебе дали эту любовь. И, соответственно, лекарство от одиночества, оно стоит прямо в противоположном подходе. Ты не будешь ожидать, что другие придут и дадут тебе любовь. Ты возьмёшь свою любовь, какая там она есть, сквозь вот эти вот стены, которые ты выстроил, ты проберёшься наружу и выразишь свою любовь. Поэтому есть песня такая, да, Гребенщиков поёт. Очень шикарная песня. Кто любит, тот любим, тот светел, тот и свет. Кто светел, тот и свет. Помните? Вот это вот закон для преодоления одиночества. То есть если ты хочешь перестать быть одиноким, чтобы рассеять это чувство внутри, нужно переориентировать разум, переориентировать его на служение. Когда ты начинаешь отдавать другим людям, не ожидая ничего взамен, во-первых, это создаёт притяжение. То есть всем другим людям становится хорошо вокруг тебя. Когда ты чего-то хочешь получить постоянно от людей, это выражается как? Обязательно это выразится. Одинокие люди, они очень, они хотят какую-то претензию всегда предъявить. Вот ты всегда вот недостаточно хорошо его замазываешь, его раны. Обязательно будет какая-то претензия. Будет молчать долгое время, а потом предъявит претензию. Потому что, а куда деваться? Любви-то надо, любви охота. А человек никак не может сообразить, что вот мне нужно прийти и дать любовь. Тогда ты предъявляешь... Тогда вот этот одинокий человек, он плетёт определённую махинацию, делает, чтобы человеку как бы дошло, что тебе нужна любовь. До того никак не доходит она. И это очень такая, ну, абсолютная безнадёга в этом состоянии. То есть ты будешь одиноким, это будет усугубляться дальше. И способ преодолеть это, действительно развернуть свой разум и начать служить другим людям, заботиться о них. И вот когда ты больше ничего не ожидаешь от людей, ты думаешь, как мне им помочь, тогда люди вдруг начинают тянуться к тебе. Они тянутся к тебе с любовью. Потому что все идут на этот огонёк любви. Когда у тебя есть любовь, она вызывает ответную любовь. Хоть это и не очень настоящая вещь, да, когда у тебя любовь закончится, они тоже пойдут в другое место это искать. Но тем не менее это у тебя вызывает чувство удовлетворения. И таким образом чувство одиночества, оно устраняется. Но как же быть? То есть когда ты нуждаешься, вот ты сидишь у тебя дома, две тысячи рублей. И там тебе ещё месяц жить. Ты очень беден. Как взять эти две тысячи рублей и пойти их раздать? Служить. Это очень сложно. Поэтому нужно, чтобы у тебя было не две тысячи рублей, а чтобы у тебя было там миллионы и миллионы внутри. Вот только тогда, когда у тебя миллионы и миллионы, ты легко встаёшь и идёшь отдавать. А для того, чтобы это было, необходимо развить особые взаимоотношения. То есть необходимо развить вот эту самодостаточность. Обычно, когда человек вот без вот этой внутренней самодостаточности действует, даже когда он пытается делать служение, он тебе всегда припомнит. Он тебе скажет, вот так вот, значит, да? Значит, ты пользуешься мной, да? Ты используешь меня, вот так. То есть он вроде бы делает тебе служение, но в какой-то момент срабатывает. Я делаю служение и не получаю отдачи. Где моя отдача? Ненастоящее служение. Служение, которое идёт из вот этого твоего нищеты, которую ты очень хорошо прячешь там. Поэтому ключевой вопрос состоит в том, как устранить само это чувство нищеты, внутреннее чувство нищеты, внутреннюю пустоту вот эту свою. Когда мой дадо сказал мне про вот это одиночество, ситуация сложилась такая, что я переехал из одного города в другой. И до этого я прям как вот сыр в масле катался. Всё было хорошо, было много друзей, я их любил, они меня любили, всё было отлично. И вдруг я переезжаю в другой город, и там нет абсолютно никого, никто не звонит. Я думал, что вот эти друзья, которые у меня были, они без меня не смогут, они будут мне звонить, они будут во мне нуждаться. И тут у меня открытие произошло. Я вдруг прозрел. На самом деле я же никому не нужен. Всем хорошо и так без меня. И казалось бы, это такое болезненное прозрение, но мне стало от этого так хорошо. То есть у меня произошло крушение иллюзии. Когда иллюзия разрушилась, я перестал ожидать, я понял, что на самом деле все люди сами по себе. И меня любят, но никто во мне не нуждается. И когда эта иллюзия разрушилась, я понял, что мне не надо ожидать от них того, что они не могут мне дать. И вот что-то случилось такое с умом, что он у меня перенаправился. Я понял, что только одно существо в этой вселенной по-настоящему всегда со мной и по-настоящему всегда любит меня. Я помню, это произошло, когда я пел Киртан Баба Нам Кевалам. Я пел мантру, и вдруг что-то случилось. И вдруг я осознал, что все мои минуты жизни до этого кто-то был со мной, всегда со мной. И сейчас он со мной. И я чувствую его любовь. И в этот момент у меня было такое чувство насыщения, что мне ничего больше не надо в жизни. Мне ничего не надо, и никого мне больше не надо. Я сегодня не нуждаюсь ни в ком. Мне никто не нужен. Вот это вот шикарная вещь ты провозглашаешь. Мне больше никто не нужен. С этого момента ты становишься способным любить по-настоящему других людей. До этого момента ты не способен любить. Пока тебе кто-то нужен, на любовь ты не способен. В тот момент, когда ты осознал, мне больше не нужен никто. Ты становишься способен на любовь. Вот и всё. И после этого я никогда в жизни своей не чувствовал одиноким себя. Я не боюсь одиночной камеры. Если я проведу время в одиночной камере, значит мои взаимоотношения с тем внутренним, они просто углубятся, улучшатся. И это вот мой рецепт борьбы с одиночеством. То есть две вещи. Первое – это служение. Переориентировать свой разум с получения на отдачу. Потому что когда ты получаешь, когда ты просишь, тебя все сторонятся как прокажённого. Никто не любит попрошаек. И когда ты отдаёшь, все хотят быть рядом с тобой, потому что все любят доноров. Это один момент. И второй момент – для того, чтобы иметь что-то отдать, необходимо иметь внутреннее богатство. И внутреннее богатство – это вот это вот внутреннее счастье, которое исходит из взаимоотношений с абсолютной реальностью. Если у тебя и установлена связь с Высшим, то ты чувствуешь, что мне больше никто не нужен. И все взаимоотношения, которые я поддерживаю, это потому что я делаю служение. И заехаю.